Сегодня я хочу для вас сыграть что-то такое приятное, что-то вот такое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Эта мелодия называется Music of the Night И это шоу Phantom of the Opera Вполне возможно вы ее уже знаете, слышали эту мелодию очень часто поют, играют где угодно, потому что она такая возвышенная и говорится о музыке в ночи. Ну вообще в принципе сегодня я видео хотела сделать совсем о другом. Я хотела показать вам, как я украсила свою классную комнату к празднику, который скоро приближается в Америке. Называется Thanksgiving или День Благодарения. Об этом уже тоже все слышали, конечно. Но для меня он представляет что-то очень специальное. Почему? Потому что это единственный, так сказать, официальный праздник, который благодарит Вселенную, Бога, Аллаха, кого угодно. Кто там Вседержитель этот, который там сотворитель мира. Неважно, как мы его называем, самое главное, что мы его благодарим за то, что все, что у нас в жизни есть, у нас у всех есть за что благодарить. Конечно, у нас есть какие-то проблемы, но все-таки того, за что благодарить, я больше чем уверена, что у нас у всех очень много и этого больше, чем негативного. И вот поэтому для меня лично это очень большое значение имеет. И еще мне хотела сказать по этому поводу такую вещь. В Америке этот праздник установили где-то в конце 19 века или даже в начале 20. Я толком, в принципе, не знаю дату. Не помню. Но с чего они начинали, они говорили, в общем, это такая официальная, так сказать, история, что те первые переселенцы, которые приехали сюда в Америку, у них, значит, первый год они прожили, они там что-то посадили на своих этих полях, на огородах. Вырос какой-то урожай, они, значит, были очень религиозны. Первые переселенцы были переселенцы по религиозным мотивам. Это те протестанты, которых притесняли в странах Европы. И, значит, вот они сюда приехали, и вот они решили поблагодарить Бога за то, что первый год у них был урожайный. И по этой легенде, по этой официальной истории они якобы даже пригласили местных аборигенов, индейцев. И якобы индейцы с ними разделили эту трапезу, и вот все вот эти пиршества, это все празднества, которые там был в этот день. Но согласно американской, как это правильно сказать, индейской истории, после этого пиршества было очень сильное побоище. И всех этих индейцев, которые у них там пришли, их всех убили. Так что, видите, история такая довольно противоречивая. Кому верить, я не знаю. Исторических документов по этому поводу с точки зрения того, что закаталогировано в Америке, нет. Есть только устный рассказ американских индейцев. Не верить этому тоже неправильно, потому что зачем им было бы наговаривать? Потому что всем известно, что белые колонисты по всей Америке, не только в Соединенных Штатах, и в Центральной Америке, и в Южной Америке, с местным населением всегда обходились очень плохо, пока не пришли люди к собственному сознанию, что это неправильно. То есть это прошло большой период времени, пока это переосмысление всего этого произошло. Но в нашем сознании мы уже сегодня, мы понимаем, что это было неправильно, это было жестоко, это даже можно назвать геноцидом. Вот, знаете, вот такое противоречивое отношение к этому всему на сегодняшний день. И все, вот я могу точно сказать, у меня очень много друзей из Латинской Америки, из стран Сальвадора, из стран Глатемалы, из Мексики, из более южных таких вот стран. И у всех у них есть пунктик по этому поводу. А они все к нам относятся с небольшим, ну, нам, белым, в смысле, европейцем. У них всех есть небольшой вот такая вот горечь по этому поводу. Почему? Потому что их культуру уничтожали планомерно в свое время, не сейчас. Сейчас тоже есть какие-то там мансы-романсы, но это не так явно, как это было раньше. Так вот, на сегодняшний день я считаю, что даже если это официальная история противоречивая, неправдоподобная или какая она там угодна, но тем не менее, благодарить Вселенную, опять же, я говорю, есть за что. И это нужно делать. Поэтому я свою классную комнату украшаю. Вот вы видите, у меня там на фортепиано стоит гор. Но я сейчас вам поближе покажу. Вот как вы видите, это обыкновенная банка, одна и другая. И я на нее наклеила вот такие, сделанные из уж не знаю чего, материала. Такие вот листья синие, кленовые листья. Они разные все, разноцветные, по размеру, по цвету. Вот я обклеила такие банки, они типа подсвечников получились. На эту баночку я посадила игрушку, которую мне подарила одна из учениц. Видите, она сама своими руками сделала вот такую куколку небольшую. И вот там вот веточка, которую пришлось поставить, чтобы эту куколку она поддерживала. И еще я вам хочу такую вещь показать. У меня на двери, с другой стороны двери, на входной двери в классную комнату. Сейчас я ее открою. Вот такой веночек я повесила. Вот так выглядит дверь в мою классную комнату, где я работаю. Вот это у нас в школе внутри. Видите, это костюмы театральные. И вы слышите, что у нас тут звучит. КОСТЁМЕНТЫ гениальная мелодия написана Чайковским и что мне еще хотела сказать слова Пушкина осенняя пора а чей очарование вот так вот на этом все а